Здравствуйте! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным в студии Елены Тиханович. 230 прямых телефонных линий и сотни личных приемов. В Мингородсполкоме подвели итоги работы с обращениями граждан за первое полугодие. Анализ устных, письменных и электронных жалоб и предложений показал, что для минчан по-прежнему актуальны вопросы ЖКХ, строительства и жилищной политики. Однако специалисты отмечают, количество звонков заметно уменьшилось по сравнению с началом года. И все чаще вместо жалоб можно услышать слова благодарности. В этом убедилась и наш корреспондент Вероника Фалей. Кто стучит, тому всегда откроют. В случае Александра Зехманчука народная мудрость получила реальное подтверждение. Чтобы решить, по сути, бытовой вопрос, мужчине понадобилось лишь один раз попасть на прием в районную администрацию. Выслушали мою идею, охотно поддержали, дали мне план территории, рассказали, как город планировал я развивать. Более года назад экоактивист стал хозяином собственных квадратных метров по улице Франциска Скорины. Тогда мужчина и обратил внимание на заброшенный пруд недалеко от дома. По соседству велась стройка и заниматься благоустройством небольшого водоема было попросту некому. Александр нашел единомышленников и уже с готовым предложением по очистке пруда записался на личный прием в главе администрации Первомайского района. Мужчина признается, проблема решилась мгновенно. Так как я чувствую в себе физические силы и административные, может, какие-то, я думаю, что в наших силах эту проблему решить. Совместными усилиями зеленстроевцев и местных жителей территорию очистили от сухой травы, береговую линию привели в порядок, а уже завтра приступят к очистке дна водоема. Сейчас постоянно общаемся, где можем, помогаем, где-то техникой, где-то людьми. Мы всегда готовы пойти навстречу. У нас есть для этого возможности, есть желание. Совместно, а главное, эффективно и оперативно справляться с волнующими проблемами. Уже традиционной и весьма плодотворной формой работы с населением стали и прямые телефонные линии, которые с середины января этого года каждую субботу проводятся в городе. На связь с минчанами выходит руководство столичной мэрии и районных администраций, а также представители структурных подразделений Мингорисполкома. За время такого общения на телефонных городских чиновников поступило около 2,5 тысяч звонков. Если сравнивать начало года и сейчас, идет снижение на 20%. Говорит о том, что прямые телефонные линии дают свой результат. Наблюдается сокращение именно на прием граждан в администрациях района. Те вопросы и проблемы, которые возникают у людей, администрации и службы районов администрации своевременно решают. Приятно часто даже во время проведения прямой линии получать благодарности, что услышали, сделали, выполнили. Специалисты отмечают, с каждым месяцем звонков становится все меньше. В целом за полгода количество обращений снизилось на 5%. Неизменным остается только рейтинг волнующих минчан тем. Первое место по-прежнему занимает сфера ЖКХ. С людьми общаюсь практически ежедневно. И вот это личное общение, конечно, оно более полезно, чем письменные обращения, либо другим образом. Наряду с прямыми телефонными линиями популярность набирают и электронные обращения. По сравнению с прошлым годом их количество выросло почти в два раза. Но городские власти на достигнутом результате не останавливаются и продолжают активную работу с населением. Уже в эту субботу на связь с минчанами выйдет председатель комитета экономики Мингорисполкома Юрий Трущенко. С теми, кто готов слушать и кого уже услышали, пообщались Вероника Фалей, Сергей Васюкевич и Максим Сосукевич. Телекомпания СТВ. В Минске планируют ввести дифференцированную оплату проезда в общественном транспорте. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции специалисты Минсктранса. Система будет работать по принципу, сколько проехал, столько заплатил. Сейчас прорабатываются различные варианты, однако уже известно, что пассажирам придется прикладывать смарт-карту к валидатору дважды. Когда заходишь в салон и когда его покидаешь. При городных маршрутах, которые подвозят пассажиров в Минск и обратно, эта система уже реализована. То есть электронный проездной билет, его можно приобрести, положить туда энное количество денежных средств и им пользоваться. Пассажир входит перед началом поездки, активирует свою карту оплаты перед началом поездки, причем прикладывает к валидатору. При выходе он опять ее прикладывает к валидатору. У него списывается стоимость поездки пропорционально его расстоянию. Столичные транспортники всерьез задумываются и об установке бесплатного Wi-Fi в городских автобусах. Так до конца сентября точкой доступа в интернет обзаведется маршрут номер 300, курсирующий в национальный аэропорт Минск. Кроме того, до конца года беспроводным интернетом обеспечат все автобусы международных маршрутов. Порадуют транспортники и жители микрорайона Каменная Горка. В следующем году здесь приступят к строительству новой троллейбусной линии. Проектная документация готова, прошла экспертизу. Объект будет включен в инвест-программу города Минска на следующий год, на 16-й год. Дальше будет продолжено проектирование троллейбусной линии по улицам Неманская. Каменогорская до Разворотного кольца, улица Люцинская. Путевка в нескучное лето. Более 50 тысяч маленьких минчан уже успели оздоровиться в загородных и школьных лагерях за первые два месяца каникул. На выборы ребятам предложили экологические, краеведческие, военно-патриотические, лингвистические и сервисные отряды. Впервые принял на оздоровление школьников и летний лагерь для детей с инвалидностью в Астрашицком городке. Здесь уже успели отдохнуть более 100 ребят. А с 7 августа на базе реабилитационного центра Пролеска под Раковом впервые можно будет оздоровиться детям с заболеваниями сердца в сопровождении родителей. В этом году мы продолжили оздоровление детей, страдающих с сахарным диабетом. Они прошли уже оздоровление 30 детей в сопровождении одного из родителей. Кроме того, уже шестой год подряд мы оздоравливаем детей инвалидов-колясочников. Уже прошли оздоровление 49 детей в сопровождении взрослых. И вернемся к теме оплаты проезда в общественном транспорте. Что думают меньшане о внедрении нового дифференцированного подхода? Наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Я думаю, платить надо за то, что проехал, а не за все расстояние. Мне приходится ехать 4 остановки. Проехать 4 остановки и заплатить такие же деньги, как я могла бы проехать из Серебрянки в Ручи, тоже обидно. Если это будет по остановкам, конечно, тем людям, которые рядом с работой живут и мало ездят, им это будет дешевле. Меня эта система устраивает. Ну, наверное, раз весь мир живет так, то я считаю, что, наверное, там уже обкатано это и проверено. То есть это нужно. Старая система тоже достаточно удобная. В принципе, покупаешь себе просто на месяц безлимитный проездной и ездишь сколько тебе нужно. В Шанхае, например, вот так вот. Зависит от остановок, сколько ты едешь, плачешь столько, сколько ты проехал. Это справедливо, по крайней мере. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Елена Тиханович. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин